Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Закон дьявольской ночи. Что нельзя делать, чтобы не навлечь беду? В сегодняшнем видео вы все узнаете. Когда наступает ночь и луна восходит на небеса, мир превращается в совершенно иной облик. Таинственные силы начинают пробуждаться, а тьма окутывает каждый уголок земли. Это время известно как дьявольская ночь. И данная ночь наступает в одно и то же время. С четверга на пятницу, с двух до трех часов ночи. Но самой мощной и самой темной она будет, если это время приходится на период полнолуния. Закон дьявольской ночи. Нечто, что вкладывает страх в людские сердца и сеет неразбериху. В этом законе есть нечто дьявольское, что заставляет людей быть начеку и остерегаться опасностей этой ночи. Дьявольская ночь – это непростое время, когда преобладает зло. Это ощущение, будто отправляешься в самые глубины пекла, осторожно шагая по горячим углям. В эту ночь можно услышать шорохи, пугающий вой ветра и отдаленный крик души. Все, что известно, теряет смысл в этой ночи. Мир диктует свои правила, и никто не может от них отступить. Это время, когда истинные лица людей раскрываются, а их скрытые желания и страхи выходят на поверхность. В темноте все становится размытым, о молчании – зловещим. Души прогибаются под весом своих самых грешных мыслей. Власть закона дьявольской ночи притягивает самые темные желания и самые запредельные фантазии. Правда может казаться иллюзорной, а обман – долгожданным спасением. В эту ночь преобладает свобода от всех моральных уз и ограничений. Несмотря на все эти потусторонние страхи и искушения, ночь обладает неким своеобразным притяжением. В ней есть магия, которая позволяет человеку открыть новые миры и узнать о себе нечто, о чем даже не подозревали. Что нельзя делать в эту ночь, чтобы не навлечь беду? Дьявольская ночь известна своим таинственным, иногда даже ужасающим характером. Это время, когда граница между миром живых и обителью умерших считается наиболее хрупкой. А некоторые люди считают, что в эту ночь возможны взаимодействия с потусторонним миром. В ходе времени есть вещи, которые лучше не делать, чтобы не навлечь беду на себя или своих близких. Эти запреты основаны на легендах и преданиях, которые привязываются к этому особому времени. Они могут быть вымыслом, но лучше соблюдать их, чтобы избежать возможных негативных последствий. Первое. Оставите некоторые вещи за порогом. Порог дома считается местом, где дверь потусторонним миром становится наиболее доступным. Чтобы предотвратить вторжение нежелательных сил в свой дом, на пороге желательно оставить зеркало или соль. Используйте эту практику, чтобы сохранить свой дом свободным от злого влияния. Второе. Не рекомендуется выходить глубокой ночью без нужной защиты. В некоторых преданиях говорится, что в эту ночь дьявол может бродить по земле, ища свои жертвы. Поэтому, чтобы избежать возможных неприятностей и лучше быть осмотрительным, не выходить на улицу без защитного талисмана по своему знаку зодиака. Третье. Следует избегать участия в сомнительных ритуалах или играх. Запрещается проводить различные обряды на привлечение удачи, любви, потому как сам ритуал способен вызвать злых духов или открыть портал потусторонний мир. Никогда не стоит смешивать дьявольскую ночь с настоящими черными магическими практиками. Помимо того, эти практики запрещены, и они могут иметь серьезные последствия для вашего богополучия. В дьявольскую ночь лучше быть осторожными и уважать мистику и таинственность этого времени. И несмотря на все приметы, это время для спокойного сна и отдыха.